Здравствуйте, Евгений. Можно сказать много нежных слов в ваш адрес, но последние пять букв вашего имени говорят обо всём. Я родом из Украины. После окончания школы был вынужден уехать на свою историческую родину Израиль, оплот цивилизации на Ближнем Востоке. В данный момент планирую переехать в Москву с целью получения медицинского образования. У меня к вам вопрос как... Ну, всё, что описано, всё как есть, всё правильно. Так оно всегда и было, да. У меня к вам вопрос как к аутентичному москвичу. А вот это надо запомнить. Ну, что были разные там, коренной, может быть, иногда даже используют учёные там автохтонные, аутентичные. Аутентичные – это больше про инструменты в музыке, что-то, предмет какой-то, artificial такой, да. А какой район Москвы для проживания вы бы посоветовали с точки зрения экологии, эстетики, а также отсутствия дурманиного дешёвым алкоголем быдла под окнами? Ну, мой дорогой, мой дорогой, Евгений, женщина, мой дорогой, нет такого района в Москве. Всё, кранты, всё, больше нет. Раньше, и такого района сейчас практически нет уже в Европе. Ну, если там возьмём какой-нибудь Париж, там кто-то доживает в 16-м арендисмане. В Риме кто-то доживает за виллой Боргезы. Боргезы, вот, богатый район, там тоже доживают. Но всё уже, вот, оккупировано всё, потому что кто-то спился, где-то приехали горцы, где-то захватили бандиты, где-то маргинализируются. Да, слушайте, а что, в мэрии что, приличные люди, что ли? В мэрии нет, поэтому нет. Такого места в Москве нет ни улицы, ни дома, ни района, нет близко. Всё, это сейчас месиво мерзости. И сегодня символ этой мерзости вот на Болотной набережной поставили ублюдство, которое очень нравится мэру. Как он сказал, ну, всё, нет, такого нет. Можете переезжать, можете учиться. Я не думаю, что у нас лучше медицинское образование, хотя у нас многие врачи учились, потом уехали в Израиль. Но у меня очень много, так сказать, тоже поклонников, знакомых учатся, говорят, что, ну, так сказать, уровень туда-сюда. Главврачи, вот, тоже знакомые больницы, постоянно пишут, я вижу, тут статья, тут пост, тут интервью дали. И знакомых главврачей очень, проблема огромная с образованием, да. Даже если поступает уникальная, высокоточная такая уже эндотехника, что уже просто, так сказать, не вводя или вводя, но само за тебя там делает, значит, надо же научиться с этим как-то работать. А вот у нас с этим не очень. В некоторых, мне рассказывали, что в некоторых лечебных, так сказать, вузах, медицинских вузах, там уже какие-то церкви, внутренние иконы, то есть полный, поехал уже в сторону Кащенко. Поэтому я не знаю. То есть переезжайте, наверное, ещё что-то можно где-то, если будете сами контролировать своё образование, наверное, хорошее получится, если у вас есть призвание. Вот. Но вот этот ваш вопрос бытовой, в каком районе Москвы лучше жить, уже ни в каком. Всё. Тверская-то ад. Тверская оккупирована днём. Днём на Тверской, условно говоря, вот улица мне очень биографически близкая. Днём это... Там нет москвичей вообще. Это непонятно, откуда быдло взявшись. Сейчас появилось, как ещё новая Москва. Это вообще безумие называть Москвой новой Москвы. Тогда эти Челябинск назовём новой Москвой, да. Это не Москва, это надо отсоединять. То есть метро провезли, по-моему, уже метро до... Я в метро лет 10 не хожу, но мне сейчас сказали, в каких районах куда довели метро. То есть оттуда приезжает чёрт знает что. Это... Ну давайте, давайте во Владивосток метро из Москвы проведём и успокоимся просто. Или сразу в Афганистан. Да. Поэтому Тверская заполнена гопниками. Днём. Вечером просто бандиты, мафиози. Реально, вот приезжают 20 иномарок, и там патриотические... Все патриотические бандиты. Вот. И ходят ещё горцы с оружием, алкаши. И всё это, мимо этого, несутся на отдельных приличных людей ублюдки-самокачки. Выблюдки, да. Вот. Вот, пожалуйста, вам, да. Мой родной район, где, значит, вот, допустим, Пятницкая улица, за Москворечьей, Пятницкая улица, где по линии бабушки там все родились до 19 века. И то же самое абсолютно. Оккупированы все алкаши, гопники, шпана, уничтожены исторические места, где ходили люди, пущены выблюдки-самокачки. И уродуются, уродуются фундаменты исторических зданий, которые находятся вообще под защитой государства, уничтожаются, выламывается белый камень. Я иногда фотографирую это, выкладываю. Выламывается белый камень, которому 200-300 лет, заменяется чёрт знает чем, и так далее. Происходит просто, ну, катастрофа. Просто катастрофа. Она повсеместная. Вот так. Так что здесь никаких советов. Ну, приезжайте и тоже, как я, боритесь конкретно с конкретным этим ублюдством. Вот такая вся жизнь в борьбе. Ну, видите как, если вы израильтянин, то вы должны очень хорошо меня понимать, потому что вы постоянно, вы же, так сказать, все под ружьём. И сегодня вот все русские должны быть тоже уже в этом смысле готовы к обороне. Вот так вот. Дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!